Всем привет! В этом видео я расскажу о том, как определить местоположение с помощью PHP. Если мы зайдем в документацию PHP, у нас прямо напрашивается расширение Geo E-Plocation. Тут есть документация, еще немного всего, но по сути нам нужны только вот эти функции, которые получают номер автономной системы, код континента, страны, название страны и так далее. Если мы откроем более подробную документацию, тут написано, что можно узнать город, государство, страну, долготу, широту и интернет провайдера, тип соединений и так далее. То есть это нас должно вести на мысль, что все-таки мы руководствуемся IP-адресом. То есть все эти мемы про вычислить по IP, вот это вот как раз они. Вот. Я расскажу еще, почему это не работает, но попозже. Прежде чем использовать это расширение, нам необходимо его подключить или убедиться в том, что оно подключено. В любом файле пишем функцию phpinfo, и она выдаст информацию о установленных нам версии php. И вот выдача у нас нашего phpinfo, и мы можем тут мотая найти расширение. У нас написана какая-то общая информация про php, и вот тут написан список расширений. У меня тут установлен модуль для FTP, для XML, для MySQL и так далее. То есть много разных модулей. И дальше идет информация про конфигурацию каждого конкретного модуля. Вот. Я просто нажимаю control-f и ищу EIP. Честно, не нахожу. У меня его нет. Поэтому мне надо его доставить. На Linux он ставится довольно просто. Вы просто в консоли пишите sudo apt-get install, вашу версию php, у меня это 7.4, и geo-ip. Вас спрашивает пароль, вводите. Все, модуль установлен. Проверяем через phpinfo. И видим, что модуль появился. И теперь мы можем его использовать. Заходим в документацию, ищем функции, которые нас интересуют. Например, вот эту. То есть мы просто вызываем эту функцию, вводим IP-адрес, и нам что-то пишет. Я для примера возьму IP-адрес 4.8. Обновляю страницу. И мне выдал на экран какой-то код страны. А, код континента, который я не понимаю. Логически я понимаю, что это NA, то есть Северная Америка, потому что IP у меня был гугловский. Но это мне по большому счету ничего не дает. Попробуем все эти функции применить к этому IP-адресу. Описали. И теперь пробуем. То есть мне в разных вариациях отдал информацию про страну. Северная Америка, US, USA, United States. То есть по стране определились все отлично. Также можно посмотреть другие функции и выбрать та, которая нам подходит. То есть на стране глупо ограничиваться. Тут есть более подробная информация об адресе. Код страны и региона. Название региона. Кода региона. Самая универсальная и самая важная для нас функция. Вот эта. Подробная информация об адресе на найденном базе. Если я попробую ее использовать, я получу ничего. Видите, я ввел уже свой IP-адрес не гугловский. Передал эту функцию. Обновляю страницу. Обновляю страницу и мне говорит ничего. Почему так происходит? Потому что определение происходит исходя из IP-адресов. Определиться ли IP зависит исключительно от того, есть ли этот IP-адрес в базе данных, которая у меня подключена. Чтобы это работало и работало адекватно, мой IP-адрес должен быть у меня в базе. Вернее, не мой IP-адрес, а IP-адрес всех пользователей, которые в принципе хоть как-то заходят на сайт. То есть эти ваши базы всегда должны быть в актуальном состоянии, их надо постоянно обновлять, чтобы качественно вычислять по IP. Поэтому прежде чем это использовать, нужно скачать или где-то найти качественные базы. Как вы понимаете, все равно есть риск того, что вы не определите город. Плюс у вас есть еще такой момент, как VPN, когда пользователь сидит совершенно с другой стороны. Ну, попробуем найти хорошие базы, поставить и посмотрим, что получится. Если мы загуглим IP-базы данных, тут будет много всякого. Их много, они разные на любой вкус и все делались по разным критериям. Поэтому выбирать их исключительно по догадкам. То есть вам какая-то понравилась визуально, вы ее взяли и скачали, поставили себе и пользуетесь. Я нашел вот такой сайт. И тут есть какие-то базы данных, которые обновлялись относительно недавно. Что меня устраивает? Я их скачаю, поставлю себе. Это обычный архивчик с обычным файлом .dat. Мне нужно его теперь подключить в проект. Я скачал все эти файлы, разархивировал их. И положил в папку с проектом. Теперь мне их нужно заменить. То есть мои старые на новые. Для этого я использую функцию getAllInfo. Она мне покажет, какие у меня сейчас. Где у меня сейчас лежат мои базы. База стран лежит по этому адресу. База городов по этому. База регионов вот здесь и так далее. То есть что мне сейчас надо сделать? Мне надо взять на вас скачанные файлы и положить их туда вместо старых. Я в таких случаях обычно резервирую старые файлы, чтобы они никуда не делись. То есть я просто сейчас возьму все файлы, заменю по этому пути. Видите, оказалось, у меня части файлов нет. Все, я их сюда положил. Теперь можно пробовать. Берем нашу функцию про подробную информацию. И пробуем для нашего IPA. Вот, наконец-то мы добились того, что мне показалось, что я в Европе, Украине. Под региона 12, город Днепр. И широта и долгота тоже есть. Это победа. Проблема только в том, что эти базы надо постоянно обновлять. Чтобы они были актуальными. То есть вы видели, да, у меня там база ставилась примерно год назад, и все плохо. А вот это вот свежее, я только что скачал, стало лучше. То есть вы входите на этот сайт и, допустим, раз в полгода обновляете базы на сервере. И все у вас хорошо после. Теперь включим это в функционал нашего сайта. У нас тут уже есть некая логика по определению городов. Вернее, не по определению, а по запоминанию. Которую я показывал в предыдущем видео. Вот тут список городов у меня есть. Функционал по выбору города. То есть по изменению и запоминанию в сессии. Я буду основываться на этом, чтобы не писать код заново. Ссылка на это видео, если кто-то не смотрел, сейчас появится в правом верхнем углу экрана. То есть вот это конструкция, и мы научились отделять город. Все здорово. Неплохо бы сюда еще подставлять наш IP. IP мы можем получить из суперглобального массива сервер. Помоут адрес. Но это нам не поможет в моем случае. Потому что мой IP адрес сейчас определяется как локальный. То есть 127.0.0.1 Это происходит так, потому что я нахожусь на локальном компьютере. Сервер находится там же. Подключение идет по локальной сети. Поэтому IP адресу ничего не определить. Поэтому мы подставим итоговый наш вариант вот так. Но для теста лучше вбить какой-то IP адрес, который реальный. То есть чтобы проверять. При выкладывании на боевой сервер я уберу эту строчку, а вот эту расскажу. Изучим внимательно выдачу. Это массив ключ-значения. Наш город находится по ключу сети. Поэтому целесообразно оперировать только им. Если же вам нужны какие-то другие данные, то тоже их сохраните. Как-то так. Все хорошо. Также нам нужно предусмотреть вариант на случай, если город не определился. Для этого у нас уже есть код. То есть если город не определился, мы выставляем город по умолчанию. То есть если город не выбран пользователем, мы пытаемся его определить. Вот этой строчке. Пытаемся определить. И если вдруг тут что-то есть, мы его присваиваем. Это случай, если GeoIP определила город. Если же оно не определило, руководствуемся предыдущей логикой. А именно устанавливаем город по умолчанию. Также нам необходимо немножко переписать наш массив. До этого мы руководствовались какими-то айдишниками, которые у нас были в базе. Но нам надо связать то, что нам выдает GeoIP. А GeoIP нам выдает вот такой вид. С нашим массивом города, чтобы красиво выводить. Так же следует сделать для всех городов. Есть разные варианты написания каждого из городов. Эти все вещи лучше просмотреть более подробно в базе, которую мы скачали. Ну, я пока сделал для Днепра. Кстати, эти все файлы мы отсюда можем удалить. Так мы их скопировали туда, куда они нам нужны. В принципе, все. После вот этого куска кода у нас все должно отлично работать. Давайте попробуем. Вот, видите, мне сказали, что я нахожусь в Днепре. Если я пробую менять на что-то, на Ахтырку, я уже нахожусь в Ахтырке. Я обновляю, я по-прежнему в Ахтырке. Ну, то есть, как и было. Если же я удалю кессии, то есть, удалю куку, и, таким образом, сервер забудет обо мне. Он вынужден будет опять определять, где я нахожусь. И я опять в Днепре. Я возьму несколько IP-адресов других городов для проверки. Ну, вот я нашел какой-то IP-адрес. Он с Киева. Тут можно прочитать, что Киев на самом деле пишется вот так. Поправим нашу массу. И копирую этот IP-адрес. То есть, теперь я вместо своего IP-адреса передаю какой-то другой ранее неизвестный. Ну, я прочитал, что он с Киева. И должно определить сейчас, что я тоже из Киева. Мне по-прежнему показывает Днепр, потому что я не удалил куку сессии. Удаляю куку сессии. И я уже в Киеве. Вот это весь код по определению IP-адреса. То есть, единственное, что сложно, это причесать этот массив правильно. Даже говорю, надо посмотреть просто по базам, как каждый из городов, с которым вы хотите работать, будет называться. Это все дальше можно модернизировать, добавлять новые города, городам подвязывать какую-то логику и так далее. Ну, вот это простейший вариант работы с Гиа-ИПи. Есть еще вариант узнать, определить город с помощью IP, но об этом не в этом видео. До новых встреч!